Доброе утро! Это Укрлайф. Мы обращаемся ко всем, кто нас слышит и видит на Донбассе из Донецкой и Луганских областей. Пожалуйста, звоните нам, пишите на Facebook. С удовольствием мы будем включать вас в прямой эфир, чтобы вы рассказывали нам о том, как идет подготовка в Луганской и Донецких областях к выборам президента. Сейчас мы будем говорить с молодым человеком из Луганска. Я не буду называть его имя. Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, что там сейчас в Луганске и вообще ли готовится Луганск к проведению выборов? Здравствуйте! В Луганске, в принципе, довольно спокойно там, где не стоят люди с автоматами. Относительно выборов следующие. Информация еще по состоянию на начало недели была такая, что выборы в Луганске проводиться не будут. Эта информация шла от избирательной комиссии, от окружкома. Причиной была та, что главу нашего 16-го округа эти террористы, сепаратисты захватили в плен. Также в этот момент были испорчены все списки избирательные. И либо испорчено, либо, как в Луганске, доделать сепаратисты, просто забрали компьютерную технику, ноутбуки все, и тогда не было ни технической возможности проводить выборы в Луганске, нам сообщили на места, на местные территориальные комиссии избирательные, что выборов не будет. Сегодня утром, когда появилась от вас информация, что надо дать информацию по выборам, я созвонился еще раз с нашими избирательными комиссиями, и мне сказали следующее, что буквально сегодня, сейчас пытаются восстанавливать все списки, и сегодня вечером уже будет окончательная информация о том, состоятся выборы, либо не состоятся. Но как бы вопрос в следующем, они могут ответить о том, что выборы могут состояться по технической причине, что будут списки, можно как-то в комиссиях это дело все провести. Но ситуация такая, что со стороны безопасности можно ли проводить выборы сейчас в Луганске, когда у нас похищают активистов Евромайдана, патриотически настроенных людей, когда у нас похищают лав окружных комиссий. Поэтому, как мне кажется, выборы провести можно, но их проводить не так. Скажите, пожалуйста, а вообще избирательные участки, где раньше были? Просто по Донецку у меня есть информация, что избирательные участки, которые раньше были в школах, они сейчас вообще не готовятся, они закрыты. Как у вас в Луганске? Могу сказать, за свой участок, в котором я являюсь членом избирательной комиссии, мы собрались всего лишь один раз за все это время подготовки к президентским выборам. Это было на прошлой неделе. Мы собрали первое собрание, мы приняли присягу. То есть, опять же, теоретически мы можем проводить выборы. У нас все основания, законы для этого идти. Больше мы не собирались ни разу, ну, естественно, списки нам не выдавались на руки, поскольку они были похищены. Мы, соответственно, не были разнесены приглашения всем нашим избирателям, да, нашим жителям города Луганске. И по всему городу где-то такая же ситуация. Есть участки, которые не могли набрать даже курума людей. Люди боялись идти в участки. Никакие ни деньги не помогали, которые там партии предлагают, ни такие другие убеждения. А есть участки, которые, в принципе, собирались несколько раз, готовы были бы проводить выборы, если бы это было бы. Была возможность. В школах на тех же самых приставах Луганске, они открывались. Единственное, тоже, наверное, знает уже вся Украина, что одна из школ наша, Луганская, наверное, самая лучшая, тоже заходили в гости ребята с автоматами и посещали директора. Это было связано с тем, что она отказывалась проводить референдум, так называемый. Соответственно, опасаются люди многие, что такие гости могут прийти и во время президентства. Скажите, пожалуйста, а как вообще настроение в Луганске? Вот люди-то сами хотят идти на выборы, готовы ли они голосовать? Люди готовы идти на любые выборы. И даже многие из них готовы были и шли на этот референдум, так называемый. На президентские выборы тоже готовы идти, они хотят поучаствовать в выборе легитимного, так как сейчас говорить. Настроение, в принципе, у населения вполне спокойное. У вас вполне спокойно. Есть процентов 5, которые агрессивно, про сепаратистские настроения имеют. В принципе, Луганск и весь Донбасс он всегда был пассивный. Вот и сейчас Луганск, он на самом деле пассивный. Он не поддерживает, конечно, и сильно нашу власть сегодняшнюю, и будущую, которую, скорее всего, будет. Но Луганск никогда не будет вставать какими-то там большими массами. Сейчас это подтверждается. Стоят возле нашего СБУ ребята с автоматами, а людей, обычных граждан, там собирается 50, максимум 100 человек. Так все это время, за полтора месяца, массовой поддержки не было. Даже у нас Евромайдана во времена, Евромайдана во времена, еще Януковича при власти, собиралась до полутысячи. Более активно мы подставили эту точку зрения, чем сейчас поддерживается сепаратизма. Поддержки сепаратизма нет, и она с каждым днем все уменьшается и уменьшается. Если еще месяц назад я лично мог наблюдать людей с георгиевскими ленточками, их было там каждый третий, каждый пятый с георгиевскими ленточками, а машины, вообще половина машин на антеннах ездили с георгиевскими лентами. Сейчас найти обычного гражданина с георгиевской лентой, что и сейчас, 9 мая, я нашел, специально ездил к центру города, было три человека с георгиевскими лентами. То же самое касается машины, днем с огнем не слышно. Это было 9 мая, казалось, вот так, когда надо их одевать. Но люди не поддерживают. Сколько многие столкнулись с мародерством, многие столкнулись с хамским отношением к себе. Никто не хочет видеть рядом с собой вооруженных людей, в которых на лице написано, что этот человек может заторже применить, когда, куда ему угодно, никакие идеалы он не отстаивает, а это просто бандит, либо бывший, либо настоящий, либо потенциальный. Спасибо вам огромное. Если у вас будет еще какая-то информация, звоните нам, пожалуйста. И удачи вам там. Держитесь. Привет Луганску. Всего хорошего. До свидания. До доброго. Спасибо. Это была информация из Луганска. Пожалуйста, если вдруг у вас есть какая-то новая информация, звоните, пишите. Я еще раз вам напоминаю. И до встречи.